На сегодняшний день в 11 больницу госпитализировано 4 пациента с разной степенью тяжести травмами в основном верхних отделов туловища и головы. Следствие я не компетентно в этой ситуации определять, но судя по травмам, то это травмы связанные с ударами по верхней части туловища и голове. Один пациент пожилого возраста с гипертоническим кризом, единственный пациент, который получил травму обеих нижних конечностей, у него ушибы обеих голени, помимо этого травма лица, ушибы мягких тканей. Второй пациент это сотрудник муниципальной ВАРТ, руководитель у которого на сегодняшний день закрыта черепно-мозговая травма с отрясением голов мозга, у него дисторсия шейных отделов позвоночника с ушибами мягких тканей головы, лица и туловища. Туловище лежит в нейрохирургическом отделении, сейчас получает комплекс терапии, направленный в том, чтобы уменьшить отек тканей и в дальнейшем пойдет на выздоровление. Третий пациент поступил в челюстную хирургию, молодой мужчина, у которого есть переломы альверных отростков верхней конечности с вывихом зуба, одного и двоих подвывихов. Это основные ортодонтические аппараты, которые позволяют этим зубам стоять на своем месте. Сейчас опять-таки получает консервативную терапию, направленную на уменьшение болевого синдрома и отека тканей. Ну и помимо этого у него же еще рублена рана губы, которая была ушита, произведена первичная обработка раны. Еще один пациент, который отделался ушибами мягких тканей, ушел на амбулаторное лечение. В принципе, все пациенты на данный момент стабильные, они не легкие, учитывая то, что пациент, который оказался в нейрохирургическом отделении, я думаю, что ему предстоит достаточно такое длительное лечение. Точно такое же длительное лечение предстоит пациент, который челюстной хирургией с вывихом зубов и переломом виллерных отростков. То есть в среднем мы должны понимать, что кости срастаются порядка двух месяцев. То есть на этот период времени пациент практически вышел из строя.